Водитель троллейбуса Ренат Менгалиев перед выходом на линию настраивает зеркала, протирает приборы, включает и проверяет работоспособность всевозможных гаджетов. За десятилетия внешний вид и конструкция самого экологичного вида транспорта практически не менялись, а вот электроники прибавилось. Это камеры стоят в салоне, в кабине. Все это смотришь. А вот это вот? Это была вайс. То есть сейчас... Навигатор. А, то есть можно как бы сейчас и вас отследить, где вы находитесь? Да. Еще один современный девайс на ремне у кондуктора. Это электронный терминал, который позволяет считывать информацию с пластиковых платежных карт. Поиски мелочи по карманам в прошлом, а настоящее будущее за едиными транспортными картами. Карта «Стрелка» была внедрена в соответствии с постановлением губернатора Московской области с мая 2015 года. Внедрение этой системы для нас прошло значительно безболезненно, потому что около года эта система отрабатывалась в МОС «Трансавто» областной структуре. Почти два года жителей области приучают к новому способу оплаты проезда. И несмотря на то, что карточка уже завоевала народное признание, ликбе с кондуктором приходится проводить постоянно. И пенсионеры пользуются, и дети, и взрослые. Но многие еще не поняли, что «Стрелка» – это не проездной билет. У меня же вот есть «Стрелка», но не положила я денег. Ой, я «Стрелку» забыл, но у меня же есть «Стрелка». Я платить не буду, я же «Стрелку» купил. Способов пополнить баланс карты множество – от салонов сотовой техники до терминалов. Со всеми ними можно ознакомиться на сайте системы. Там же представлены и тарифы. При постоянных поездках экономия получается серьезная. 31 рубль 65 копеек. Уже с 10-й поездки эта цена начинает значительно снижаться. И на 50-ю поездку она заставляет уже 20 рублей 65 копеек. Почти на 10 рублей ниже первоначальной стоимости. Владимир – студент, учится в Москве, в свободное от работы время подрабатывает, чтобы помочь родителям. Ему и членам его семьи карта «Стрелка» помогает сэкономить значительные средства. «Если я буду не пользоваться карта «Стрелкой», то это очень дорого. А карта «Стрелка» очень хорошо мне помогает с моими финансами. И это очень удобно. У меня отец и мама тоже пользуются этой картой. Они у меня пенсионеры, и мы это тоже выбрали». Конечно, в работе любой системы случаются сбои. Даже такая добротная и надежная машина, как троллейбус, нет-нет, да и добавит хлопот водителю. Что же говорить об электронной системе? Но здесь проблемы связаны с сотовыми операторами. В целом же система надежна и постоянно совершенствуется. В дальнейшем будут технологии дорабатываться в рамках и пополнения с карты на карту, и в том, что нам уже дадут, нам, перевозчикам, предоставят возможность использовать турникетное оборудование, чтобы у нас была возможность беспрепятственного проезда пассажира, приложив только к какому-то оборудованию свою карточку, зайти и в транспорт. В настоящее время около 60% пассажиров пользуются «Стрелкой». С 1 января 2017 года проезд в общественном транспорте стоит 46 рублей. То есть, воспользовавшись картой «Стрелка», вы с первой поездки уже экономите почти 15 рублей. Есть о чем подумать. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин